Астана Адалдахалана Сегодня мы говорим о результатах работы проектного офиса Астана Адалдахалана, о том, возможно ли искоренить коррупцию в нашей стране и с чего стоит начать. Более подробно об этом прямо сейчас. В феврале 2018 года в столице был запущен масштабный проект Астана Адалдахалана, основной посыл которого заключается в развитии антикоррупционной модели поведения граждан, а также формировании добропорядочности в обществе. А вот прийти к этим задачам решили путем повышения качества государственных услуг, внедрением цифровых технологий, чтобы исключить прямые контакты с населением. В рамках проекта были реализованы ряд инициатив, таких как сервисные акиматы. Как раз в 2018 году был открыт сервисный акимат Сараркинского района. Сейчас все четыре района акимата столицы работают в таком формате. Был акимат районов переведенный на формат open space, то есть открытое пространство, как раз таки оно с одной стороны экономит бюджетные средства. Порядка 40 миллионов было заэкономлено только в одном акимате. Теперь вот посчитайте, сколько акиматов, сколько сэкономили денег. В целом масштабная работа проводится во всех направлениях. Под особым контролем работников столичного акимата и агентства по противодействию коррупции, вопросы образования, здравоохранения и даже жилищно-коммунального хозяйства. В сфере модернизации ЖКХ мы выезжаем на территорию домов, жилых комплексов, где проходят ремонтно-восстановительные работы. Жильцы обращаются, получается, в местные исполнительные органы и просят о том, чтобы в их доме провели ремонт. Они полностью курируют от начала до конца ремонтные работы, вплоть до краски стен выбирают. Далее мы проводим мониторинги в социально-культурных учреждениях, такие как поликлиники, больницы, школы, детские сады, спортивные комплексы, а также выезжаем на выявление несанкционированных свалок в столице. Во время объявленного чрезвычайного положения в стране в связи с пандемией также без зоркого глаза сотрудников уполномоченного ведомства не обошлось. С начала года на телефон доверия агентства по противодействию коррупции поступило более 150 звонков. Из них 60 обращений зафиксировано во время пандемии. В основном жителей беспокоило отсутствие медикаментов в аптеках, необоснованное завышение цен, а также качество медицинских услуг. Все вопросы были отработаны в срочном порядке. Более того, по городу были организованы рейды, в состав которых входили сотрудники проектного офиса Астана Адалдахалана, представители столичного Акимата, а также другие общественные деятели и волонтеры. С самого начала объявления ЧАЭС мы начали работу по блокпостам, потому что появилась информация о том, что некоторые машины объезжают блокпосты, используя коррупционные моменты, коррупционные риски. Поэтому по блокпостам мы практически неделю отрабатывали с общественниками, потом еще неделю контролировали, мониторили. И в конце концов мы добились того, чтобы таких моментов не было. Самый главный момент, я считаю, который мы отработали, это была ситуация, когда в больницах не хватало лекарств. Между тем на складах СК-формации они были. То есть было предпринято несколько выездов на склад СК-формация совместно с антикоррупционной службой, где именно под контролем сотрудников антикоррупционной службы, общественников, в том числе и менеджера проекта Астана Адалдахалана, началась отгрузка в медицинские учреждения города и в регионы. Осуществляли контроль за гуманитарной помощью. Борьба с коррупцией – дело сложное. Но команда проектного офиса Астана Адалдахалана с каждым пройденным шагом на деле показывает, уменьшить масштабы этого явления в социальной действительности возможно. Если вы столкнулись с проявлением коррупции и беззакония, номер круглосуточного телефона доверия 1424. Конфиденциальность гарантирует. На этом у нас все. Это была программа «Астана Лайф». До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok